Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова, кафедра строительные материалы и технологии. Лекция по дисциплине «Искусственные строительные конгломераты» на тему «Теория искусственно-строительных конгломератов», теория структуры образования и оптимизации структуры искусственно-строительных конгломератов, общая теория отвердения матричных веществ искусственно-строительных конгломератов. Для студентов образовательной программы производства строительных материалов, изделий и конструкций. Ректор Абишева Алина Сериковна. Продолжим изучение теории искусственных строительных конгломератов. Большое значение в строительстве имеют горные породы вторичного происхождения, осадочные, а среди них природные конгломераты, брекчи, песчаники и другие. Так были названы осадочные горные породы, которые образовались в результате цементации скоплений гальки, гравия, песка и другим природным вяжущим веществом. Практическое значение этих пород невелико. Однако характерная их структура, вяжущая цементирует рыхлый минеральный материал, является самой распространенной в искусственных строительных конгломератах структуры бетонов. Искусственные строительные материалы, находящиеся в тесной взаимосвязи между собой, разделяют по главному признаку их отвердевания. Первое. Материалы отвердевания которых происходят при обычных, сравнительно невысоких температурах, с кристаллизацией, новообразованием из растворов, а также материалы, отвердевания которых происходят в условиях автоклавов при повышенных температурах от 175 до 200 градусов Цельсия и давлении водяного пара от 0,9 до 1,6 мегапаскалей. Условно и другие материалы относят нередко к безобжиговым материалам. Часто выделяют автоклавные материалы в самостоятельную группу. Второе. Материалы, отвердевания которых происходят в основном при остывании огненно-жидких расплавов, выполняющих в структуре функцию вяжущего вещества или цемента высоких температур. Их нередко относят к обжиговым материалам. Выделение этих двух-трех типов из многообразия материалов является условным, потому что не всегда возможно определить четкую границу между ними, так же как между отвердевающим раствором и расплавами. Нередко отвердевание происходит в совмещенных процессах кристаллизации и остекловывания растворов и расплавов. Условность указанного отделения выражается еще и в том, что в безобжиговых конгломератах применяют обычно обжиговые вяжущие вещества, например, портландцемент, известь, гипс и другие. К неорганическим вяжущим веществам относят клинкерные и клинкеросодержащие цементы. Гипсовые, магнезиальные и другие. К органическим битумные, тегтевые вяжущие вещества. Производные от них эмульсии, пасты. Группу полимерных веществ представляют термопластичные и термоактивные с последующим более дробным подразделением. Комплексные включают смешанные, компоундированные и комбинированные вяжущие вещества. К смешанным относятся неорганические вяжущие вещества, получаемые путем тщательного смешивания двух или нескольких их разновидностей с порошкообразными добавками или без них. Компоундированным сплавы или механические смеси нескольких органических материалов. Под комбинированными понимают объединение вяжущего неорганического с органическим или полимерным. Цементирующая часть обжиговых конгломератов разделяются на шлаковые расплавы по химической основности исходного сырья шлака, керамические расплавы по характеру и разновидности использованной глины и других компонентов сырья, стекломассовые расплавы по показателю щелочной шихты, каменное литье по виду горной породы, поступающей на расплав, комплексные расплавы по виду соединяемых компонентов, шлакокерамические, стеклошлаковые и другие. Единая классификация включает широкую сеть ответвлений конгломератных строительных материалов как от вяжущих веществ, так и от расплавов цементов высоких температур в связи с применением в них различных заполняющих материалов. На следующем занятии продолжим изучение вяжущих веществ более подробно, рассмотрим органические, полимерные и другие.